Я, Визерис Таргариен, ныне нарекаю Рейниру Таргариен наследницей Железного Трона. Таргариены – это интереснейшая династия, которой мало что известны из книг до того момента, когда она уже почти оборвалась. Уже и не помню, когда я впервые озвучил идею сериала о войне между Таргариенами, известной как «Танец драконов», но теперь мы делаем это вместе с Райаном и Мигелем, и я очень рад. Как и любая история из вселенной Джорджа, это история о жажде власти. Но ее уникальность в том, что противостоят друг другу не дома соперники, как, например, Ланнистеры и Старки, а представители одной семьи – Таргариены. Мы вернулись на 200 лет назад, в период расцвета и стабильности Империи Таргариенов. Расцвет Империи означает пик развития ее технологий и непомерную гордыню ее властителей. Мы хотели показать, что это богатые и очень высокомерные люди, которые не знали войны в 60 лет. Настоящие счастливчики. Все понимали, что пойти войной против Таргариенов – это навлечь на свои головы драконье пламя, и это бессмысленно. Я, лорд Хоберт Хайтауэр, клянусь быть верным королю Визерису. Было очень сложно, но у нас получилось подобрать крутой актерский состав. Мы искали конкретных людей, и Пэдди Консидайн стал первым, кого мы пригласили. Я думаю, Визерис осознает, что власть – это тяжелое бремя. Он чувствует ответственность за сохранение мира в семи королевствах. Быть королем очень сложно. Визерис отлично понимает, насколько опасным может быть железный трон для того, кто на нем сидит. Любой король должен это понимать. И королева. Рейнира – решительная и очень умная. Я считаю, ее недооценивают. У тебя есть драконьи всадники. Она понимает, что женщины в королевстве проводят всю жизнь в служении мужчинам. Почему я должна что-то делать, чтобы за мной ухаживали? Я должна добиться внимания мужчины для того, чтобы произвести на свет еще одного мужчину? Она борется с этим, ей это не нравится. Брат? Дэймон. Дэймон очень привязан к брату-королю. Он его уважает и любит. Но сам он буквально состоит из оружия. Честно говоря, мне кажется, он пытается спровоцировать хаос. Хаос для него даже выгоден. Он в нем как рыба в воде. Три, два, один, начали! У него очень четкая система моральных принципов. Вы либо им соответствуете, либо нет. Город назван Королевской Гаванью, потому что именно здесь Эйгон-Завоеватель, Эйгон-Дракон высадился со своей армией и решил покорить Вестерос. Здесь построили Красный Замок, это сердце Королевской Гавани и резиденция Таргариенов. Именно тут стоит Железный Трон. В своих книгах Джордж упоминал, что Трон был сделан из тысячи мечей. Я хотел создать что-то среднее, сделать его ближе к книжному описанию, но при этом остаться верным его версии из Игры Престолов. Это Трон, который громко заявляет «Взгляни, взгляни на мою мощь!» Я сделан из оружия людей, которых я убил или подчинил. Камеры работают. Когда я впервые оказался в Тронном Зале, у меня была только одна мысль. Не может быть! Железный Трон мой! Для меня это рассказ о конкретном периоде в истории Вестероса, об эпохе мира и процветания. У нас будет возможность увидеть семь королевств до войны, до Игры Престолов, какими они были в свои лучшие времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok